Уважаемые ветераны, дорогие друзья, добрый день. Ещё раз хочу поприветствовать вас здесь, на этом священном для всего российского народа и для всей России месте, на третьем ратном поле, как здесь уже давно говорят и к чему привыкает вся страна. Действительно, после Куликова, после Бородина, поле под Прохоровкой – это символ величия духа российского народа. Я хочу поблагодарить Абрама Львовича Ихилевского и всех вас спасибо за приглашение, потому что, конечно, я по-любому планировал побывать на местах Курской битвы в эти дни, но быть среди вас, особенно сегодня, и по вашему приглашению – это особое честь и особое удовольствие. А почему именно сегодня? Вы об этом хорошо знаете, лучше, чем кто-либо другой. Именно 12 июля, ровно 70 лет назад, состоялось ключевое событие всей, наверное, битвы на Курской дуге. Это прямая взаимная атака бронетехники нашей и нашего противника. Надо сказать, что к этому времени российское военное руководство, советское военное руководство действительно достигло определенных высот. И выучка солдат стала совсем другой по сравнению с началом Великой Отечественной войны. Отмобилизованы были все виды и роды войск. Это касается не только бронетехники, это касается и авиации, это касается связи, это касается разведки, которая изначально и своевременно дала необходимую информацию о готовящихся нацистами планах. Это касается других видов войск. И всё это в комплексе, конечно, привело к тому результату, о котором мы знаем. Безусловно, сыграл свою роль и талант наших полководцев, которые здесь принимали участие, выдающиеся люди в организации этого сражения. Ну, разумеется, и самих бойцов прямо на поле сражения. Не хочу, было бы неправильным, если бы мы забыли и тех людей, которые жили здесь в этих местах и работали, фактически готовили эти поля сражения для того, чтобы вы и ваши боевые товарищи смогли добиться такого уникального успеха. Потому что именно люди, которые проживали в этой местности, они внесли колоссальный вклад в подготовку успешного сражения, успешного для нас. Они рыли окопы, готовили коммуникации, дороги, системы связи. Это в основном люди, которые жили именно в этой местности. И надо прямо сказать, и вы об этом сами хорошо знаете. Прежде всего, это были женщины, конечно, потому что мужчины были призваны на фронт. В общем, это большое событие в истории нашей страны. Я хочу поздравить и всех граждан Российской Федерации с этим событием. И прежде всего, конечно, тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях и во время всей Великой Отечественной войны, но и особенно здесь сегодня, будучи здесь рядом с Прохоровским полем, конечно, тех, кто принимал участие в битве на Курской дуге. Поздравляю вас и хочу пожелать вам всем успехов. Так понимаю, что нам чай предложат. Спасибо. Нам предложат чай сегодня. И у нас будет возможность перед Комитетом Победы. Мы должны будем готовиться. Сейчас будем говорить о подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что мы ко всем таким круглым датам, юбилейным подходим очень внимательно. И сегодня соберёмся с коллегами именно здесь, поговорим о том, как мы будем готовиться к событиям 2015 года, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну и у нас есть возможность за чаем поговорить по текущим вопросам и по текущим проблемам. Спасибо вам большое за внимание.